Лекция по Шриман Бхагаватам, песня 3, глава 25, текст 26. Прочитана его божественной милостью, Ачебхактивидантой Свами Прабхупадой, 26 ноября 1974 года, в Бомбее. Служа Господу и общаясь с преданными, человек утрачивает вкус не только к земным, но и к райским удовольствиям, ибо ум такого человека всегда поглощен размышлениями о деянии Господа. Метод сознания Кришны – самый простой из всех методов развития мистических сил. Тот, кто действительно утвердился в преданном служении, обретает способность управлять своим умом. Итак, путь познания – абсолютной истины. Абсолютная истина – это Высшая Личность, Высшее Существо. Абсолютное. Кришна, имя Кришны, форма Кришны, деяние Кришны, окружение Кришны, Его атрибуты – все это Кришна. Это абсолютная истина. Нет разницы между Кришной, формой Кришны. Рука Кришны и нога Кришны – неотличны. Например, у нас это отличается. Левая рука отличается от правой руки. Нос отличается от уха. И это называется сагата, вигата, вибхеда. У Кришны этого нет. И это абсолют. В Брама Самхите сказано, ангани, у нас разные части тела, члены тела, и у них есть разные предназначения. Но любая часть тела Кришны может выполнять любую цель. Кришна может есть глазами. Кришна может перемещаться, размышляя, в мыслях. Есть много описаний этого, но Кришна – абсолют. Итак, как же можно понять эти противоречия в Абсолюте? Он абсолютен. От двая гьяна. Абсолют означает отсутствие двойственности. В нем все едино. Здесь наша материальная болезнь состоит в том, что мы хотим услаждать свои чувства. Это материальная жизнь. Вся эта материальная цивилизация существует на этом принципе. Мы вновь и вновь об этом говорим. Прогресс цивилизации – что это такое? Это все более изощренные наслаждения чувств. Но Бхакти – это прямая противоположность. Пока нас сильно интересует материальное наслаждение, не может быть и речи о Бхакти. Это невозможно. Итак, мы должны уменьшить эту склонность к чувственным наслаждениям, увеличивая нашу духовную деятельность. Таков путь. Поэтому говорится – Бхактия Пуман Джата Вирага. Вирага – что это значит? Отсутствие вкуса. Виракти. По-другому это называется – Виракти. Нет, нет, я не хочу. Вот это называется – Виракти. Вирага. Рага – значит привязанность, а ви – значит вигата, вигата рага. А от слова «вирага» образуется вайраги. Гьяна – вайраги. Вот к чему нужно стремиться. Человеческая жизнь предназначена для гьяны и вайраги. Для двух этих вещей. Они необходимы. Мы продолжаем прозябать в материальном существовании из-за раги, из-за привязанности к материальным наслаждениям. Это причина материального рабства. Несколько раз мы говорили о том, что значит материальное рабство. Мы воплощаемся в одном теле, затем создаём себе следующее тело. Сейчас у нас человеческая форма тела. И в зависимости от нашей привязанности или от нашей заражённости разными качествами природы, мы создаём следующее своё тело. Итак, мы запутываемся. Так что пока мы не станем вирагой, вирага-аиндрият, из-за чего мы меняем тела, из-за материальных наслаждений. Природа, Бог, Кришна дают мне все возможности. Например, особенно в западных странах. Сейчас у них стал популярным нудизм – раздеваться догола. И вот природа предоставит им возможность стоять обнажёнными, как дерево. Или они действительно будут деревом. Многие годы. Вы так любите раздеваться. Хорошо. Стоите тут 10 тысяч лет нудишом. Природа даст вам эту возможность. Те, у кого нет разборчивости в еде, едят всё, что попало. Хорошо. Получи тело свиньи. Ешь всё вплоть до экскрементов. Природа даст вам это. Почему мы получаем разные тела? Потому что у нас разные склонности к разным материальным наслаждениям. В этом болезнь, материальная болезнь. У всех есть тенденция к чувственным наслаждениям. Но не все они одного типа. Их много разных видов. Мы оказались в плену материального мира из-за этих разных чувственных наслаждений. Поэтому мы должны остановить это. Мы должны утратить вкус к чувственным наслаждениям. И тогда наша духовная жизнь начнётся. И это возможно при помощи бхакти. Поэтому здесь говорится, Бхакти настолько могущественно, что если вы займёте себя бхакти-маргой, бхакти-йогой, здесь сказано рижубир-йога маргой. Рижубир значит очень лёгкий путь. Почему лёгкий? Дришта, вы можете видеть Кришну. Кришна очень добр. Хотя Кришна за пределами наших зрительных возможностей. Мы не можем видеть Кришну этими глазами. Но Кришна согласился с тем, чтобы вы, мы с вами видели Его. Как? Он принимает эту арча-виграху. Кришна, это виграха. Не думайте, что это камень. Даже если вы думаете, что это камень, Кришна может явить вам себя в образе камня, потому что вы не видите ничего, кроме камня. Такова милость Кришны. Поскольку ваши глаза или чувства настолько несовершенны, что вы не можете видеть Кришну, присутствующего повсюду в своей изначальной духовной форме. Мы различаем между духовным и материальным. Для нас существует эта разница, потому что мы несовершенны. Но для Кришны не существует такого различия, потому что Он абсолютен. Он может стать духовным, Он может стать материальным, как пожелает. Для Кришны нет разницы. Но как тогда Кришна всемогущий? Каким образом Он всемогущий? Он может изменить материю в дух, а дух в материю. Это Кришна. Так что не думайте, как татеисты они считают, они поклоняются идолу. Даже если это идол, тем не менее это Кришна. Это абсолют. Это абсолютная природа Кришны. Даже если вы думаете, что это камень, или металл, или дерево, тем не менее Он Кришна. Каким образом Он Кришна? А вот для этого вам нужна Бхакти. Здесь сказано Бхакти Ану Чинтая. Если вы вдумчивый, если вы философ, и плюс к этому у вас есть Бхакти, тогда вы поймете, что даже Кришна, пусть Он присутствует здесь, как камень. Камень — это тоже Кришна. Почему камень — это Кришна? Потому что Кришна говорит в Бхагавадзите, Кришна, это Кришна. Кришна. поскольку Кришна говорит «бин наме пракрити раштадха». Ничто не отлично от Кришны. Все энергия Кришны. Философы Майавадзи думают, что поскольку все есть Бог, все есть Кришна, то где этот Кришна? Кришне конец. Но это не так. Кришна есть Кришна, есть Кришна. В то же время Он есть все. Это Кришна. И это мы можем понять при помощи Бхакти. Поэтому сказано «бхактия». Также в Бхагавадгите Кришна говорит «бхактия мама биджанати». Все это не могут понять обычные люди, не имеющие преданности. Это может понять только Бхакта. Он может понять, что Кришна есть все, и все есть Кришна. Кришна есть все. Это Дришта. Когда Бхакта видит дерево, он видит Кришну. Это видение Бхакты. Это объясняется в читании Чаритамрите. Преданный Ставара Джангама, Ставара это то, что не может передвигаться, например, дерево не может передвигаться, или гора. А Джангама значит движущиеся. Например, мы передвигаемся, животные, разные другие живые существа. Продвинутый преданный видит и тех, и других, и стоящих на месте, неподвижных, и движущихся. Но он не видит неподвижных или движущихся, он видит Кришну. Есть еще одно утверждение в Бхамасамхите. Садейва значит всегда. Сада-эва. Кто видит? Преданный. Тот, кто полностью погружен в любовь к Богу, Приманджана Чурита, чьи глаза умащены любовью к Богу. Не эти глаза необходимы Бхакти. Санта святой человек в Садейва Хридайешу вело Каянти. Таково положение Санта. Он всегда видит Кришну. Он не видит ничего, кроме Кришны. Повсюду. Повсюду энергия Кришны. Я приведу вам практический пример. Если вы любите своего ребенка, заметив пашмачок своего ребенка, вы сразу же видите своего ребенка. Если вы видите игрушку своего ребенка, вы видите своего ребенка сразу же. если вы услышите голос своего ребенка, вы тотчас же видите ребенка. Практический пример. Точно так же, если вы действительно развили любовь к Кришне, и Кришна объясняет, что все есть проявление его энергии, эманация его энергии. Поэтому ничего не существует, кроме Кришны. Если вы разовьете свою любовь к Кришне, то что бы вы ни увидели, вы видите Кришну. Это называется Бхактия. Бхактия Дришта и Шрута. Бхактия Дришта и Шрута. Шрута значит ведические тексты Шрути. Вы слушаете авторитетную литературу. Например, в Брама-Самхите сказано Помимо Брама-Самхиты мы преданные слышали, что Кришна во Вриндаване отправлялся со своими друзьями, пастушками на пастбище. Там во Вриндаване сотни тысячи преданных. Они не видят, но они слышат. Практически они не видят, но они только слышат. И они смотрят на изображение Кришны с его друзьями, с пастушками или с гопи, с подружками. То есть преданный может видеть и слышать и тотчас же осознавать Кришну. Потому что они развили любовь. Пока человек не достиг высокого уровня, пока не достиг Кришна премы, любви к Кришне, он не может видеть, он не может понимать. Есть еще один стих. Наши материальные чувства. Люди не могут понять даже имени Кришны. Почему эти люди поют Харе Кришна? Они не могут этого понять. Потому что осознание Кришны начинается с имени. Поэтому имя Кришны и Кришна не отличны, они абсолютны. Но мы не можем это осознать. Однако практика, если вы практикуете, поете Харе Кришна, тогда вы осознаете это. Когда вы действительно в настроении преданности повторяете Харе Кришна мантру, поэтому рекомендуется избегать оскорблений при повторении святого имени, просто повторяя Харе Кришна мантру, вы осознаете. Кришна бхакти начинается с джихвы, с языка. Люди удивятся, как это так? Да? Вы можете использовать свой язык просто повторяя святое имя и наслаждаясь Кришна прасадом. Тогда вы становитесь Кришна бхактой. Поэтому это так легко. в Бхагавадгите сказано «сусукхам карту мавья ям». Метод предного служения очень легок. И сусукхам очень хороший, он доставляет радость. Например, пение и танцы. Даже ребенок наслаждается этим. что говорить о других. У других людей могут быть сложности, комплексы, но у ребенка этого нет. Он танцует и поет. Он выступает вперед и танцует. Если бы ему это не нравилось, стал бы он это делать. Практический пример. Его не учили этому, но он приходит, как только начинается Киртан, он приходит и участвует вместе со старшими, поет и танцует. Если вы дадите ему просад, он тоже возьмет его. Любой возьмет. Поэтому в Бхагавадгите говорится «сусукхам и картум авьяям». Картум авьяям означает, что то небольшое служение, которое вы совершите, окажется у вас на вашем вечном вкладе. Если вы приходите сюда и танцуете и поете, или звоните в колокол или делайте что-либо в аратрике, если вы видите, делайте что-либо. Это на вашем вечном вкладе. Поэтому обычным людям дается эта возможность. Этот храм предназначен для этой цели, чтобы люди приходили и смотрели на Божество. Божество это Кришна, не думайте иначе. Кришна согласился, чтобы вы его одевали. Если вы думаете о Кришне, о его вират-рупе, вы не сможете собрать столько одежды для вират-рупы. Его голова в небесах, его ноги на потале. Это также правда, но вы не сможете воспринимать Кришну в его вират-рупе и в то же время одевать его, кормить его, это невозможно. Поэтому Кришна стал таким милостивым. Конечно, здесь Божество очень большое, не очень большое, в Хайдарабаде у нас Божество в три раза больше. Но у вас может быть и маленькое Божество. У многих ващнавов они носят Божество с собой, маленькие Божества в маленькой коробочке и они поклоняются. Итак, Кришна может стать больше самого большого и меньше мельчайшего. Это Кришна. Самое главное Бхакти. Бхакти. Поэтому сказано Бхактия Пуман Чата Вирага Айнрият. Чем больше вы служите Кришне, кормите Кришну одевайте его красиво, тем скорее вы забудете о том, чтобы одеться самим. Видите, эти преданные так красиво одевают Кришну. Они настолько удовлетворены этим одеванием Кришны, что не сильно озабочены своей одеждой. Это Бхакти-йога. 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 Все очень заняты, думают о том, как лучше приодеться, чтобы быть привлекательным. Но если вы попытаетесь красиво одевать Кришну, то потеряете интерес к собственным шмоткам. Разве это не так? Все согласятся. Эти ващнавы, эти юноши, девушки. Им нет дела до моды, до одежды, потому что они одевают Кришну. Одевайте Кришну красиво. Кормите Кришну хорошо. И вы забудете, о, мне нужно удовлетворить свой язык вот этим блюдом, этим блюдом, котлетами, ресторанами. Вы забудете. Поэтому говорится, люди материалистичные тратят все свое время, силы на удовлетворение чувств, идут в отель, удовлетворяют язык, в кинотеатр, слушают песни с кинофильмов, смотрят на красивых девушек и так далее. Но этих преданных это совсем не интересует. Кинотеатр здесь, в нескольких шагах отсюда, но вы никогда не увидите там студента или ученика сознания Кришны в этом непотребном месте. Вы можете на практике в этом убедиться. Как это возможно? Это практично. Чем больше вы занимаете себя преданным служением, тем более вы забываете о процессе чувственных наслаждений. И как только вы теряете полностью вкус к чувственным наслаждениям, вы становитесь с освобожденной личностью, достойной возвращения домой к Богу. Таков путь. Бхакти дает вам возможность видеть Кришну, как вы можете видеть сейчас. Это видение Кришны или то видение Кришны разницы нет. То есть, когда Арджуна видел Кришну лицом к лицу, Кришна учил в его Бхагавадгите. Он видел Кришну в этой форме. А когда вы читаете Бхагавадгиту, это то же самое. Разницы нет. Кто-то говорит, что Арджуне повезло, он видел Кришну лицом к лицу и получал лично от него наставление. Но это неверно. Кришну можно увидеть сразу же, при условии, что у вас есть глаза для этого. Поэтому говорится Приманджана Чурита Пряма и Бхагита то же самое. Я расскажу в этой связи одну историю. Один брамин в Южной Индии в храме Ранганадхи читал Бхагавадгиту. Он был неграмотным. он не знал ни санскрита, алфавита не знал. И люди в том районе, они знали, он неграмотный, и он читает Бхагавадгиту. Открывает Бхагавадгиту, что-то бормочет. И кто-то шутил, ну что, Брамин сколько сегодня прочитал. И тот понимал, что над ним подшучивают, потому что он неграмотный. И в тот день в храме Ранганадхи оказался читанием Махапрабху. И он понял, это преданный. И он подошел к нему и спросил, дорогой Брамин, что ты читаешь? А Брамин понял, что этот человек не шутит над ним. и он сказал, господин, я пытаюсь читать Бхагавадгиту, но я неграмотный. Мой гурмахараш сказал, ты обязан читать 18 глав каждый день, но у меня нет знаний, я не умею читать. И тем не менее, гурмахараш велел мне, я просто пытаюсь исполнять его волю, я перелистываю страницы, и все. Я не умею читать. Читание Махапару сказал, но ты иногда плачешь, я вижу. Да, я плачу. Почему же ты плачешь, если ты не умеешь читать? Дело в том, что когда я беру в руки Бхагавадгиту, перед моими глазами возникает картина, Кришна так добр, что он согласился стать возничьим Сарадхи Арджуны. Своего преданного, Кришна так добр, что он может занять положение слуги, ведь Арджуна приказывал ему направить крестницу туда, и Кришна служил ему. Кришна так добр, когда я вижу эту картину в своем сознании, я плачу. И Читания Махапарбу тотчас же обнял его. Ты читаешь Бхагавадгиту по-настоящему. Не имея образования, ты читаешь Бхагавадгиту, и он обнял его. Он видел эту картину, потому что он любил Кришну, и не важно, мог он читать эти шлоки или нет, но он был погружен в любовь к Кришне, и он видел Кришну. Кришна сидел там, вел колесницу Арджуны. Вот что необходимо, а не то образование. Бхакти Мамамабиджанати, Кришна говорит, а не защищает докторские магистратуры и так далее. Только благодаря Бхакти. Практический пример, если вы становитесь чистым Бхактой, вы забудете о всех этих материальных чувственных наслаждениях. Это тест Бхакти. Если у вас есть вкус к материальным наслаждениям, и в то же время вы рекламируете себя, говорите, что вы стали Бхактой, вы не Бхактой. Тот, кто знает, кто такой Бхакта, он сразу же определит, что это не Бхакта. Дхарма-Дваджи. У него есть Тилака и Канти, лишь для того, чтобы рекламировать себя. Он не Бхакта, потому что у него материальный вкус. Итак, Бхакти означает Бхакти, Апуман, Джатвирага, Аиндрия. Слово Аиндрия, касающийся Индрии, образуется от слова Индрия. Каждый в этом материальном мире занят услаждением своих чувств. Кошки, собаки, так называемые цивилизованные люди, только делают, Нунам, Прамата, Куратая, Викарма. Идут на всевозможные греховные поступки. Почему? Лишь ради чувственных наслаждений. Это материальный мир. Духовный мир означает, что там нет и речи о чувственных наслаждениях. Они хотят только удовлетворять Кришну. Это духовный мир. Например, Вриндаван. Какова картина Вриндавана? Вриндаван там есть Мама Ишода, Нанда Махарадж, Радхарани, Гопи, Пастушки, Шридам, Судам, земля, вода, деревья, птицы. Все стараются удовлетворить Кришну. Это Вриндаван. Вриндаван не означает что-либо еще. Когда Кришна покинул Вриндаван Мадхуру, все они умерли. Это Вриндаван. Точно так же вы можете жить всегда во Вриндаване, всегда на Вайкунхе. Если вы сойдете с ума по Кришне. Таким было учение Чайтани Махапрабху. Он на практике показал это. Когда он был в Джаганадхапури, он всегда находился в состоянии безумия денно и ночью. Последние 12 лет своей жизни он провел в этом состоянии безумия. Иногда он падал, погружался в океан иногда, что-то еще. Он вел себя как сумасшедший днем и ночью. Конечно, для нас это невозможно, но шуньяйтам джагатсарвам. Когда для вас все опустеет говинда вирахенамия без говинды, то это высочайшее состояние предного служения. И это возможно. Это возможно. если вы становитесь бхактой, вы увидите в творении Кришны разум Кришны. Если вы берете цветок и посмотрите настроение этого цветка, как он сделан, игра красок. Если мы разумны, мы увидим Кришну в этом. Разум Кришны. С каким разумом, интеллектом он создал это. На самом деле он создан Кришной. Не думайте, как негодяй, что он сам по себе образовался, этот цветок. Разве это возможно? Почему сами по себе не появляются ваши лучи, пули и так далее? Почему вы столько усилий предлагаете, чтобы получить это? Это не автоматически приходит. Во всем этом руках Кришны, но вы не можете этого видеть. Но те, кто знают, у кого есть знание, они видят это. Параси Шахтир Вивидхай Вашруэте. Так говорят веды. Во всем везде в творении есть рука Верховного Господа. Ишавасим Идам Сарвам. Но тот, у кого есть глаза, чтобы увидеть это, может увидеть Кришну. Анучинтая, понимая, они как негодяи, который думает, что это все автоматически, естественно, возникло само. Почему? Ничто не возникает само собой. Это обман. Это родилось благодаря разуму Кришны, но его сила настолько тонка, настолько точна. Сва Баби Кьяна Бала Кряча. Если вы нарисуете цветок, вам нужно очень постараться, и тем не менее, он не будет совершенным. А этот цветок появляется таким совершенным. Разве это означает, что нет разума за этим? Глупости? Есть разум. И Гришна говорит, «Мая под моим контролем», Господь говорит. Нужно развить эти глаза. Приманджана Чурита Бхакти Велочинят. И тогда человек может видеть, как все происходит. И вот что необходимо. Бхакти Это будет возможным. По мере того, как вы занимаете свои чувства Индри в служении Кришне, это легко, очень легко. Прежде всего, займите свой язык. Повторяйте Харе Кришна и ешьте Бхагават Прасад. Вы станете совершенными. Ничего другого не требуется. Мы это и делаем. Мы распространяем Прасад и занимаем людей. Повторяйте Харе Кришна. Это сознание Кришны. Спасибо вам большое. Спасибо.